Школы должны оставаться открытыми. С таким заявлением выступила руководитель Департамента иммунизации Всемирной организации здравоохранения Кейт О'Брайен. Отсутствие прививки от коронавируса не должно становиться препятствием для посещения учебных заведений. Также представитель ВОЗ призвала при вакцинации отдавать приоритет наиболее уязвимым группам населения, в том числе пожилым людям с хроническими заболеваниями и медицинским работникам. Кроме того, организация призвала ввести мораторий на ревакцинацию от коронавируса до конца сентября. По оценкам ВОЗ, в мире возникло глобальное неравенство в доступе к препаратам от коронавируса. И в более бедных странах полностью привиты или получили хотя бы одну дозу гораздо меньше людей, чем в более богатых. Никаких требований по тому, чтобы допускать на занятия только тех детей, которые были вакцинированы, вводиться не должно. Отсутствие прививки не должно быть барьером для посещения школ. Что касается подростков, у этой группы, как правило, заболевание не протекает в тяжелой форме. Однако подростки с хроническими заболеваниями должны включаться в приоритетные группы. В России активно продолжается кампания по вакцинации населения. С начала пандемии коронавируса в стране зарегистрировано более 6 миллионов случаев заражения. В стране большинство карантинных ограничений отменено. В северной столице, в Санкт-Петербурге, открыли уличный пункт вакцинации. В Центральном городском парке установлен шатер, и желающие граждане могут получить препарат «Спутник Лайт». Я узнала из новостей по местному телевидению. Очень удобно, не надо ждать очереди в поликлинике. Прививка тут «Спутник Лайт», она делается один раз. Это очень удобно, и я приняла решение здесь сделать. Кто пытается привиться через больницы, через записи на госуслугах, имеет проблемы, потому что очень мало записи открывается. Здесь в живую очередь, в принципе, можно подгадать, наверное, визуально посмотреть, успеваешь, не успеваешь, ну и, в общем, сделать. В Великобритании изменились правила въезда в страну из нескольких государств мира. Грузия и Мексика также включены в красный список стран, прибывающие из которых должны самоизолироваться в специальных гостиницах. При этом в самый безопасный зеленый список попали Австрия, Германия, Словения, Словакия, Латвия, Румыния и Норвегия. После посещения Франции граждане также должны самоизолироваться.